В среду вечером из-за неисправности электропроводки произошел пожар в двухэтажном доме. О возгорании жильцы узнали вовсе не по запаху гари. Тревогу они забили после того, как из квартиры на втором этаже к соседям снизу потекли ручьи воды. В горящей квартире живет женщина с маленьким ребенком. Но когда начался пожар, она была в гостях. Молодая мама вернулась домой после звонка соседей. Я пошла за ребенком в сад, зашла в гости к бабушке. Пришла домой, мне соседка звонит. Нету света, бежит у меня внизу вода. Вот, пожалуйста. У меня как раз этот счетчик сгорел, вот эта вот, вся вот эта вот аппаратура. Я тоже сгорел. И все, и все, и загорелось. А замыканье-то произошло на крыше. Когда женщина открыла дверь, выяснилось, что горит распределительный щиток, расположенный под потолком у входа в квартиру. Вот это все загорелось. И, конечно же, все это, то, что здесь у меня висели вещи. Естественно, оно все это начало капать. Что говорить, если у меня висела на окне тюнь, она вот в это превратилась. Расплавленная изоляция огненным дождем обрушилась на металлопластиковую трубу, которая проложена прямо под щитком. От высокой температуры в трубе образовалась внушительная дыра. Вода хлынула на пол. Она прям вон вся сплавилась. Вот это у меня сейчас получается унитаз вообще обесточен. Видите вот это вот? Вот это тоже все, вот это вот все вот сгорело. Это мне сейчас заново вот это все поменять. Чтобы выяснить причину пожара, спасателям пришлось забраться на чердак к основному домовому электрощитку. Полностью туда залазь. Именно замыкание в общей щитовой стало причиной пожара. Жильцы удивлены не были после недавнего ремонта. Перепады напряжения стали случаться с завидной регулярностью. Они поменяли щиток на крыше и сказали, что будут нам менять. У нас получается два дома сидят на одной фазе, из-за этого напряжение такое маленькое. А когда поменяли щиток и в рубильнике, у нас получилось замыкание на крыше. Пострадавшая уверена, что перегруз электролинии не мог стать причиной замыкания. Уходя из дома, женщина отключила все приборы. Работали лишь холодильник и аквариумный фильтр. Помимо сгоревших вещей, женщина потеряла и двух домашних любимцев – попугайчиков, которые обычно свободно летали по комнате. Питомцы задохнулись в дыму, зато выжили рыбки. Получить компенсацию хабаровчанка рассчитывает от управляющей компании. С места происшествия Елена Чагина, Татьяна Шамбурова и Алексей Овчинов.